Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Я знаю, что вы соскучились за человеком, который стоит рядом со мной. Это Владимир Светличный, Кангстебель 32-го отделения полиции нашего города. Доброе утро, Володя! Спасибо, Игорь! Доброе утро! Сегодня солнечный день, мы с тобой в очках. Я буду сегодня как Джон Леннон, ну а ты, наверное, как рабокап. Тем более, что ты сегодня очень специфически одет. У тебя на голове шлем специальный. У тебя шорты сегодня. Кричатки. Рядом вот этот велосипед. Стальной конь. Да. Скажи, пожалуйста, почему ты так вот одет сегодня? Сейчас я на полгода ушел в КРУ, Community Response Unit. Мы занимаемся тем, что мы обслуживаем демонстрации, обслуживаем всякие фестивали, общественные мероприятия. И нам дают велосипеды. Мы проверяем в том числе парки, какие-то аллеи, куда мы не можем заехать на машинах. Поэтому я так одет, чтобы легче было ездить на велосипеде. Понятно. Ну что же, у тебя стальной конь рядом с тобой. Маленький конек. Конек. Будем говорить конек. Володь, давай ты сейчас сядешь на этот конек, поедешь в парк, мы за тобой на машине. И посмотрим, как вы несете службу в парке. Поехали. Поехали. Я тебя не беру на борт сегодня. Окей, естественно. Сегодня я сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володя, мы находимся сейчас в прекрасном парке. И нашим телезрителям, я уверен, было бы интересно знать, существуют ли в парке какие-то законы, и каковы эти законы, и что последует, если эти законы нарушать? Да, конечно, существует очень много правил в парке. Есть специальные, каждый город делает свои законы, так называемые. Это законы, которые работают внутри города, не на уровне провинции и так далее. Это просто штрафы. Вы не можете попасть в тюрьму за эти законы. Это просто финансовое наказание. И у нас есть тоже парки. Все парки в Торонто охраняются этими законами, сетов парк байло. Например, все парки закрыты в полночь автоматически, и открываются они автоматически в 5.30 утра. Если вы входите в парк или находитесь на территории парка, в промежуток между полуночью и 5.30 утра автоматически вы находитесь в парке нелегально. Зная, что мы едем в парк, я взял с собой очень важную бумажку, которую я сейчас такие самые просто смешные, интересные зачитаю и полезные в принципе. Например, если вы находитесь в парке, и вы... Вот я почитаю по-английски и переведу на русский язык. Use profane abusive language in park. То есть, если вы ругаетесь в парке, или какой-то... То есть матом. Матом ругаетесь, или вы какого-то обзываете в парке. Штраф 205 долларов. Вот слово, известное на букву F, сказал, и уже могут дать... 205 долларов. 205 долларов. Да. А если по-русски? Ну, если человек поймет, то есть, да, это считается, это все равно profane language. А вот если ты, допустим, слышишь, что люди матом ругаются в парке? Если я говорю на этом языке, я понимаю этот язык, да, конечно, я могу выписать за это штраф. Это все равно profane language, просто не английский. Здесь не указано английский язык. Господа, пожалуйста, следите за своим языком, когда вы находитесь в парке. Да, закон не говорит English language, закон говорит language. Понятно. А как насчет собачек и кошечек? Отдельная часть про собачек. Я к ним должен был дойти, они у меня где-то здесь. Например, если вы разрешаете собаке идти без поводка в парке, где нет специального... То есть, есть парки, предназначенные для собак. Там висят специальные знаки, что вы можете выгуливать собаку без поводка. Если такого знака нет, то штраф за это 205 долларов. Если вы идете без собаки. Я и без поводка. Без поводка, я имею в виду. Не, без собаки, естественно, да. Причем, если от собака просто лежит рядом с вами, штраф 205 долларов. Есть другое наказание. Если вы играете с собакой, вы, например, кидаете ей мячик, собака бежит за мячиком, прибегает обратно. Или она просто бегает по парку там вокруг. То другие люди могут бояться эту собаку. Причем не обязательно не будут бояться ее за размеры. Даже если у вас маленькая собачка, есть такие религии, другие культуры, которые, в принципе, панически боятся собак. Как, например, кто-то боится змей или ящериц. Не обязательно. То есть, если так собака бегает, это уже другой штраф. Это 300 долларов. Если вы, например, не убрали за своей собачкой какашки. 300 долларов. Я знаю, что многие люди любят проводить пикники. Да. И можно ли разжигать барбекю в парке? Есть специально отведенные места в этом парке. То есть, если у вас там явно уже приготовлено барбекю, стоит мангал, уже заготовленный парком, без проблем. Если вы приходите и просто, например, вот здесь решили поставить свой мангал и делать барбекю. Нет, по закону так делать нельзя. Опять-таки, делают ли так люди? Да, конечно, делают. Никто не будет вас за это пресекать, если вы никому не мешаете, если вы уберете за собой мусор. Если вы все делаете хорошо и правильно, и культурно, то никто к вам не будет подходить и ничего вам не будет мешать. Если вы пришли и закатили громкую музыку, разбрасываете бумажки везде, всем тут мешаете, то я приду, я выпишу вам за это штраф. И здесь есть что-то именно по поводу барбекю. Есть разведение костра, отдельный штраф. За то, что вы, например, развели костер, ушли и не потушили его до конца, если угли до сих пор горячие. За это отдельный штраф. И про барбекю здесь есть тоже, use portable barbecue in park without permit. То есть, если вы без разрешения пользуетесь portable barbecue, то есть переносным мангалом. То есть, в городском совете надо взять разрешение. Или вы должны брать, ну никто, понятно, это дело не делает, но вы теоретически должны обратиться в город. Значит, получается, Володя, ты говоришь, вот это есть такой закон, никто это не делает. Есть такой закон, значит, все нарушают закон. Все правильно. У нас есть очень много таких законов. Таких законов действительно есть очень много. В TTC в том числе, в DBLow, они специально делают такие законы, которые мы ужесточаем, как бы мы следим за этими законами только в том случае, если это уже выходит из-под контроля. Я понимаю. Например, каждый раз вы приходите в Team Hortons или куда-нибудь, там висит такая табличка No Loitering. То есть, вы не можете просто слоняться там, проводить время без, вот просто сидеть. И стоит лимит 20 минут. Никто никогда к вам не придет и скажет, ты уже 20 минут посидел, убирайся отсюда. Такого никогда не будет. Вы можете сидеть там часами, никто вас никогда не выгонит. Все студенты приходят в Starbucks, садятся с лэптопами и сидят. И сидят целый день. Но если вы начинаете мешать им, это причина вас оттуда убрать. Смотри, 20 минут прошло, до свидания. Все, я понял. Ну и теперь, что касается непосредственно наших людей, это любовь закусить, надо сначала что-то употребить, да, чтобы потом закусить. Как насчет выпить в парке? Значит, есть два, есть разные виды всяких законов, правильно, федеральный закон на государственном уровне, провинциальный, бла-бла-бла. То есть, у нас есть провинциальный закон, который называется Liquor License Act. Он работает во всей провинции Онтарио. И там говорится, что в публичных общественных местах вы не можете даже иметь при себе открытый алкоголь. Не обязательно пить, просто вот вы крышку открутили, все, уже это нарушение. Пьете, это еще новое нарушение. Нельзя при себе его иметь. За это штраф 65 долларов. Значит, в парках есть специальное байло, которое следит за парками, как я уже сказал. Здесь уже штраф идет 300 долларов. То есть, это городской штраф, это на уровне города, не на уровне провинции. Но в парке нельзя при себе иметь открытый алкоголь. То есть, как только вы вот открыли эту бутылку, это штраф. Разлили в стаканчики, стаканчик стоит открытый, это штраф. У нас тут много парков есть, особенно в русскоязычных районах. Вы там, наверное, иногда патрулируете. Конечно. Подходите ли вы к нашим людям, которые сидят и шашлычки жарят? Проверяете? Вот я же об этом. Смотрите, если компания себе тихонечко мирно сидит, никого не трогает. Мы знаем, что у них стоит портабл барбекю, это штраф. Кто-то ребенок на дерево залез, это штраф. Мы видим, что явно они не чаек пьются, это тоже штраф. Но они никому не трогают, никому не мешают. Мы, конечно же, к ним подходить не будем. Если нам поступает звонок, что вот какие-то тут приехали, шумят, кричат, мусор разбрасывают. Теперь мы ко всему этому будем придираться. Мы им сразу выпишем порядка тысячи долларов в пачку штрафов. В следующий раз они себя так вести себя не будут. Володя, вот вы сегодня на велосипедах, да, со своим партнером здесь. Насколько, в общем-то, помогают велосипеды работе, патрулируя вот таких местах? Да, то есть в парк вы не можете въехать. Ну, некоторым есть такие парки, в которые вы можете заехать на машине. Мы заезжаем туда на машине. Есть такие парки, в которых узкие дорожки, и на машине туда никак физически не заезжаю. Я могу заехать, но тогда я испорчу всю траву, я нанесу там какой-то ущерб парку. Я не хочу этим заниматься. Тогда я беру велосипеды, мы заезжаем, и это просто бесценно. Потому что мы можем ехать и по траве, и по узким дорожкам, и между деревьев. И плюс еще, это вот этот эффект такой, как сюрприз, как сюрприз, что люди не ожидают нас увидеть. Они не ожидают полицию на велосипедах. И все-таки я хотел бы, чтобы мы продемонстрировали нашим телезрителям, как вы работаете в случаях таких, как, например, распространение наркотиков. Я уверен, что в парке это случается. Конечно, конечно. Или употребление спиртного. Давай мы просто вот покажем на практике, как это делается. Вот когда мы, например, делали кражу со взломом, или мы делали, там, вот, райдсподчек, ловили пьяных водителей, нам уже давали готовую ситуацию. То есть они уже где-то кого-то поймали, вот они теперь нас зовут и так далее. То есть вот уже произошла кража со взломом, мы наблюдаем. Пойти самому найти кого-то, кто продает наркотики или пьет пиво, у нас с вами уйдет колоссальное количество времени, обыскивается парень. Мы можем попытаться сыграть, как-то показать, сыграть сценку, разыграть сценку, где мы мягко, культурно кого-то поймаем и покажем вам, как это все происходит. Давайте прямо сейчас. Давайте это сделаем. Я позову свою напарницу, ее зовут Сабрина, и она поможет мне во всем этом деле. Давайте сделаем. Мне кажется, что этот мужчина пьет пиво. Давай поедем посмотрим. Здравствуйте, сэр. Вы в порядке? Дайте мне забрать это у вас. Это мое пиво. Вы знаете, что вы не имеете права держать пиво открытым здесь. Но ведь никого нет вокруг. Как вас зовут? Меня зовут Билл. Вы имеете удостоверение личности с собой? Да, я имею. Я могу подняться? Да. Сколько пива выпили? Это первое сегодня. Я кого-то беспокою? Да, люди жалуются, кто-то пьет пиво в парке. Вы не можете употреблять алкоголь в парке. Но здесь никого вокруг. Кстати, вон дети играют на площадке. У вас есть еще алкоголь при вас или наркотики? Вы хотите проверить? Да, я хотел бы. Можно вас обыскать? Это пойдет в мой криминальный рекорд? Нет, мы просто выпишем вам штраф. Я вижу здесь телефон. Бумажник. И это все, что здесь есть. Вы заберете меня в полицейский участок? Не думаю. Вы выглядите более-менее трезвым. Можете стоять нормально и идти. Это ваше первое пиво? Да. Вы живете далеко отсюда? Я живу в кондо за углом. Это близко. Вы заберете домой, после того, чтобы мы закончим. Да, мы заберете домой. Окей, мы заберем ваше пиво и уничтожим его. Выпишем вам штрафную квитанцию. Но ведь я никого не беспокоил. Это не важно. Открытое пиво в парке держать запрещено. Я еще раз прошу прощения. Это стало для меня уроком. Продолжение следует... Опустись на землю. Ты арестована. Положи руки за спину. Твое имя? Зови. Твоя фамилия Зови? Смит. Есть оружие при себе? Нет. Я должна тебя обыскать. Есть с собой наркотики? Нет. Есть документы с собой? Нет. У кого были наркотики? У Тиджи. Где Тиджи живет? На Антиби с драйв. Кто продавал наркотики? Я его не знаю. Окей. Ты арестована за хранение наркотиков. Понятно? Угу. Не сопротивляйся. Ты арестован за хранение наркотиков. Я ничего не делал. Что у тебя в руках? Это не мое. А чье это? Я не знаю. Что ты делаешь в этом парке? Ничего. Это не мое. Деньги? Они не мои. Где нашел? На земле. Еще деньги. Окей. Как тебя зовут? Джон. Джон кто? Смит. Сколько тебе лет? 26. Где ты живешь? На Дандас стрит. Что ты делаешь здесь? Дандас далеко отсюда. Ничего. Сидел на лавке. Окей. Ты арестован. За что? За хранение марихуаны с целью перепродажи. Но она не моя. Минуту. Сибиро Бакол. У нас двое задержанных. Нам нужно два крузера. Окей. Сейчас ты поедешь в участок со мной, и мы выясним, что это за деньги и кто ты такой. Если я спрошу этих подростков, что они мне ответят? Я их не знаю. Вы вместе сидели на скамейке. О чем вы говорили? Ладно, сейчас придет машина, и мы разберемся в участке. Ну что ж, Володя, большое спасибо. Было очень интересно продвигаться тем, как вы работаете в экстремальных ситуациях именно в парке. И что я хотел бы предложить. Дорогие друзья, это уже седьмая серия нашего репортажа. Вы все убедились, что Владимир Светлич не только великолепный полицейский, но и отличный, теперь уже профессиональный журналист. Поэтому, Володя, я тебе сейчас передам этот микрофон и уже следующую передачу. Ты будешь ведущим. Договорились? Хорошо. Пожалуйста. Договорились. Все, беру. Все. Новый ведущий. Воу!